Даже если пристально смотреть несколько часов подряд, заметить это невозможно. На первый взгляд обычный токийский пейзаж. Здание в виде раскрытой книжки ничем особенным внимания не привлекает. Но это только на первый взгляд. Каждую неделю оно становится ниже на 6 с лишним метров. Еще осенью прошлого года отель Акасака Принц был самым высоким зданием в этом районе. Демонтаж начался в ноябре прошлого года. За три месяца небоскреб без шума и пыли укоротили на 40 метров. Проделана треть работы. Это значит, что уже летом от 150-метрового здания не останется и следа. С внедрением новой технологии сноса отслужившие свой срок токийские высотки от 100 метров и выше тихо и незаметно опускаются вниз. Все начинается с того, что снаружи на уровень верхнего этажа поднимаются и плотно скрепляются друг с другом блоки надстройки. Они становятся внешним каркасом, заменяют собой несущие конструкции. Нагляднее всего это видно при ускоренном просмотре. Внутри каркаса рабочие разбирают стены и элементы интерьера, спускают их вниз на лифте и вывозят на грузовиках на переработку. Опоры этого каркаса снабжены домкратами, которые по мере того, как разбираются этажи, опускают надстройку вниз. Эта система почти полностью избавляет живущих поблизости людей от строительного шума и загрязнения воздуха вредными частицами пыли, которые неизбежны, когда дома сносят традиционным способом. Уровень шума сокращается на 90 процентов, до 20 децибел. Вы только представьте, сейчас там наверху кипит работа, а снаружи это вообще незаметно. К слову, 20 децибел – это шепот человека на расстоянии одного метра. После сноса отеля на этом месте почти сразу начнут воздвигать новый небоскреб. Сделать это также незаметно вряд ли получится. Все-таки строить не ломать. Но японские инженеры обещают исправить и этот недостаток. Сергей Менгажев, Алексей Печко. Вести. Токио. Япония.